Приветствую вас, я полагаю, что одна из проблем заключается в том, что вы пытаетесь найти именно какое-то правильное решение в своей ситуации, при том, что его, то есть правильное решение, по большому счету, не существует там, потому что здесь дело не в правильном решении, а здесь дело исключительно в том, как вы чувствуете. Именно это, то, чего вы хотите, является очевидным ключевым моментом здесь, в данной, по крайней мере, ситуации. Смотрите, смотрите, вы говорите о том, что с мужем не жили 9 лет. Ну, из-за чего-то же вы с ним расстались, то есть что-то послужило причиной того, что сейчас, на данный момент, со своим мужем вы не живете. Я полагаю, что вы не будете, не будете спорить, спорить с тем, что это, по меньшей мере, довольно серьезно, что вы со своим мужчиной разошлись, разошлись, по сути, на целых 9 лет, на целых 9 лет, и 9 лет не общались. Ну, совершенно естественно, здесь всплывает вопрос о том, а что вы делали все эти 9 лет? Устраивали ли вы, к примеру, свою личную жизнь, или, может быть, вы не устраивали свою личную жизнь? А если вы устраивали свою личную жизнь, то, извините, как вы это делали? Я имею в виду, как вы устраивали свою личную жизнь? Прилагали ли вы для этого соответствующие усилия, или нет? Хотели ли вы устроить свою личную жизнь, или нет? Точно все важные моменты, на которые, на мой взгляд, нужно, вне всякого сомнения, найти ответ. Потому что, пока ваша позиция не совсем ясна по данному вопросу. О, вопрос именно о этой ситуации. Дальше. Дальше. Появляется муж. И начинает общаться с ребенком. Ну, в принципе, здесь плохого ничего вроде бы нет. Хочет общаться с ребенком. Что здесь такого? Но мужчина, помимо того, что хочет общаться с ребенком, общается еще и с вами. И хочет с вами, уже с вами, наладить какое-то взаимодействие. При том, что у него есть женщина, от которой он, по вашим словам, уходить не сильно-то и собирается. Вот здесь, конечно, возникает вопрос. Что, как бы, как произошло ваше расставание? Что в течение 9 лет у вас были чувства к мужу? Чтобы не жили дальше и папа, что ждал его. Ну, вот. Вот. То есть, тут вот. Такая история. Дальше. Значит, вы пишите, что мужчина не торопится уходить от женщины, а ваши отношения пытаются открыть от нее. Ну, какие у вас? Какие у вас отношения? В... С... 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 Дальше, у меня роль любовницы бывшего мужа совсем не устраивает, но что вы понимаете под любовницей бывшего мужа? Теперь я за ребёнком не могу совсем с меня общаться, да и чувства ещё остались впечатливые. Какие чувства у вас конкретно? Какие конкретно у вас чувства с мужем? Вы говорите, что остались чувства к мужу. Ну давайте попробуем разобрать, да, что это за чувства к мужу, что они из себя представляют. Мириться с таким положением дел вы не хотите, а не можете, без чего вы. Ну тут опять же очень важный момент, что вы пишите, что не можете. Такого слова не могу, нет. Есть слово не хочу, скорее. Вы не хотите. Важный вопрос. Почему? Почему? И с каким именно положением. Вещей вы мириться не хотите. Что делать не знаю. Ну, соответственно, здесь образец, да, что делать, чтобы что. Вот так вот. То есть есть ощущение, что вы не завершили отношения с мужем. Мощь это знает, чувствует и пользует сейчас этим для того, чтобы на две стороны существовало. Вы, по большому счету, уступили в треугольных картмана. Изучите, пожалуйста, его в интернете. После обращайтесь за индивидуальную работу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи.